Друзья, если у вас есть свой собственный YouTube канал и один из ваших роликов вдруг получил жалобу на нарушение авторских прав по музыке или видео, не нужно огорчаться, это совершенно нормально. Особенно для тех, кто делает обзоры на фильмы или компьютерные игры. Робот YouTube Content ID не дремлет и в автоматическом режиме может обнаружить совпадение вашего контента с каким-то авторским видео или аудио даже через год после того, как вы выложили свой ролик. Тем более мы с вами должны понимать, что алгоритмы обнаружения авторского контента в YouTube постоянно совершенствуются. Но в случае, если мы уверены, что правы, то есть не используем музыкальные композиции и видео, права на которые нам не принадлежат, можно и нужно подавать апелляции. Кстати, музыкальные композиции можно легко проверить на авторство через стандартные сервис YouTube. В моем примере речь идет о небольшом фрагменте мультфильма «В синем море в белой пене», который я использовал для создания обзора. Итак, я буду пытаться доказать добросовестное использование чужого контента. По определению YouTube, добросовестное использование — это правовое понятие, согласно которому в некоторых ситуациях можно использовать материалы, защищенные авторским правом, не получая специального разрешения от правообладателя. Сейчас мы делаем заявку о добросовестном использовании контента, где указываем, что мои видео используют чужой контент исключительно в целях критики и информирования, что допускается без согласия авторов и правообладателей и без выплаты авторского вознаграждения согласно законам как России, так и США, и указываем конкретные статьи. Запрос этот можно отправить и на русском языке, и правообладатель будет рассматривать эту заявку от 10 до 14 рабочих дней с момента ее подачи. Ответ этот должен прийти на нашу электронную почту, но на всякий случай лучше следить непосредственно и за статусом заявки. Кстати, YouTube-партнерка, к которой вы подключены, обязана содействовать вам в решении технических сбоев в процессе подачи апелляции и предоставить вам юридическую консультацию. Ссылочка на мою партнерку с описанием условий и бонусов я обязательно оставлю в конце этого ролика и в описании к видео. В итоге, в моем случае, ответ пришел через пять дней, но, к сожалению, с отказом. Просто здесь надо понимать, что правообладателю выгодно получить все 100% прибыли от моего ролика, а прибыль с этого ролика, кстати, очень даже неплохая. Но я не лыком шит и принципиально не дам зарабатывать на себе, даже при том, что на создание данного ролика я потратил очень много времени. Пока, друзья, зарабатывайте на YouTube с умом!